Вот выручка, возвращаясь к вашему вопросу, финансового предприятия очень сильно зависит от пропорций, в которой драгоценные металлы передаются в собственность, то есть продаются такому предприятию, либо отдаются на переработку, то есть в толлинг. Могу сказать, что у красотмета за все годы его работы доля металлов, которые передавались красотмету в собственность, никогда не превышала 10%. Вот наши самые большие периоды по выручке, это 2014-2015 год, там где у нас выручка доходила до 60, даже 70 миллиардов рублей, вот это как раз примерно 10% от всего объема драгоценных металлов, поступающих на предприятие. Ну, соответственно, цифра, в которой мы оцениваем весь объем драгоценных металлов, составляет около 700 миллиардов рублей. Возможности купить за деньги сырье как раз характеризуют изменения в этой пропорции. Вот если возвращаться к 2016 году, 2016 год был неудачный с точки зрения покупки за деньги сырья. В данном случае речь идет о вторичном сырье, это достаточно специфичный рынок. Мы потеряли львиную долю выручки как раз в силу невозможности приобрести лама, ювелирные лама в первую очередь. Продолжение следует... Продолжение следует...